Добрый день всем! Я Сергей Мец и сегодня поговорим о процветании бизнеса в самых демократических государствах мира. И так получается, что через весь сегодняшний выпуск красной линии будет проходить слово кавычки. Но нельзя же серьезно рассуждать о процветании частной инициативы и бизнеса в тех общественных условиях, что сложились в странах Центральной Азии, определить которые можно безо всякой научной диагностики, просто по частоте употребления слов «великий руководитель», «развитая демократия», «самая свободная страна в мире» ряд может продолжить каждый. Вот, к примеру, в Узбекистане в очередной раз представители власти порадовались процветанию частного бизнеса. И не просто порадовались, а очень порадовались. Ведь бизнес Арамаиса Авакяна был по-настоящему процветающим. Естественно, он не взялся ниоткуда. Два с половиной года назад компаньоны арендовали искусственный пруд в Пахтакорском районе Джизакской области, вычистили его и рыбное хозяйство на момент возникновения интереса к нему со стороны хакима Джизакской области Узбекистана Гафура Коршибаева уже давало в год до 70-80 тонн рыбы. Ну понятно же сегодня даже ребенку, что интерес местного руководителя означает не похвалиться успехами своей области перед центром, а просто-напросто отжать, что называется, успешное предприятие. И вот, после серии подобного рода попыток и возникавших на этой почве конфликтов между Хакимом и Авакяном, власть перешла, как годится, к плану «Б». Этот план стандартен для всех истинно «демократических» государств. И суть его проста — обвинить этих упирающихся, никак не могущих понять, что все равно отнимут, в попытках переворота, в терроризме или причастности к тайной запрещенной организации. А какая из них сегодня на волне популярности? Ответ на поверхность, ИГИЛ, запрещенные в России и многих странах мира. По привычным еще с советских времен лекалам план предполагает максимальное количество лживых вбросов, обвинения противника во всех смертных грехах, а доблестные прокуратуры и следствия, профессионально отрабатывающие свои номера, уже которые десятилетия подряд, следят не за тем, чтобы соблюсти закон. Продолжение фразы «опустим» постольку банально. Ровно так все и происходило в деле Хаким против Авакяна. Тут все смешалось, исчезновение в начале сентября 2015 года одного за одним компаньонов Армаиса и его самого, безуспешные попытки родственников найти их, какие-то азбестовые трубы, непонятно откуда взявшиеся смски от христианина Армаиса Авакяна «ухожу на джихад», еще и пришедшие почему-то с казахстанских номеров, бороды, которые по армянской традиции мужчины носят 40 дней траура, послужившие «доказательством» в кавычках причастности к террористическим группировкам. В итоге бизнесмены проходят по самым тяжелым статьям и им грозят максимальные сроки, а Хаким, видимо, не только присвоит чужое успешное хозяйство, но и, надо полагать, торжественно отчитается перед Ташкентом об успешной борьбе с террористической угрозой, а там, глядишь, медаль еще получит. Все подробности этого дела, а также заявление жены Авакяна Ширин Турсуновой или Турсиновой, тут есть разночтение, можно найти на сайтах Фергана Руя и Азадли к узбекской редакции Радио Свобода. Мы же со своей стороны напомним о том, что это далеко не первый случай подобного рода, достаточно вспомнить истории Вахита Гунеша, гражданина Турции, китайских бизнесменов из Ингиюля и многие другие примеры. Все это происходит на фоне исторических, опять без кавычек никак не обойтись, заявлений и указов президента. Пару лет назад на празднование очередной даты Конституции Узбекистана Ислам Каримов традиционно произносил слова о сокращении присутствия государства в экономике, а в июле прошлого года вступил в силу указ, цитата, о мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития. Конец цитаты и в очередной раз конец всякому пониманию смысла того, что происходит. Нет, не в политике государств подобного типа, а в практической плоскости. Ведь каждый раз, захватывая чужое налаженное производство, новые хозяйства просто разваливают их, тем самым нанося вред своему государству, своей стране, своему народу, о котором на словах так пекутся. Вот и получается, что никаких внешних врагов не надо, сами прекрасно справятся, своими силами, привлекая родственников и друзей поуправлять. Воплощая в жизнь очередной раз бессмертное изречение генерала Франко, друзьям все, врагам закон. И в очередной раз друзьями оказываются родственники, особо приближенные к телу, а врагом весь прочий народ. Еще увидимся, даст Бог.